У нее 24 октября было 55. Юрий Александрович потерял жену. Пасынок оставил без квартиры, зато с долгами. Через несколько лет вдовец оказался в торгово-остановочном комплексе. Здесь тепло, можно погреться. Больше идти некуда, говорит бомж Юрий. Где не зайдешь, даже в Бербарке, где погреться, все горит, говорит, иди в теплоостановку. Это так в магазинах говорят? Да. Где погреться, еще ноги погреть, там или руки. Больше вам идти некуда? Они покажут, смотри, иди на теплую остановку. А что, здесь тоже мертвец. Теплый павильон закрывают в 11 вечера. Дальше остановочные постояльцы идут, куда придется. Юрию чуть больше 50 лет. Уверяет, пить уже бросил. Теперь борется с курением. Хочет пожить еще. В теплых остановках нередко сталкивается с такими же бездомными. Дебоширят только пьяницы. Юрий Александрович таких избегает. Конфликтуру только, знаете, словесно. А я сам такой, что я как бы верующий и стараюсь не материться. В теплой остановке немноголюдно. Несмотря на мороз и поздний час, пассажиры предпочитают ждать транспорт на улице. Специфический запах могут выдержать немногие. Павел Власов уверяет, его не смущает соседство с человеком без определенного места жительства. Он сидит, он не пьяный, ничего. Но идти человеку некуда. Вот у меня мелочь была, я ему отдал. Господи, пойдет себе хоть хлеба купит или что. Ну, я отношусь так, что если человеку некуда идти, зачем его выгонять. Ну да, запах какой-то есть, какие-то неудобства маленькие. Но ничего страшного, это все можно терпеть. Каждый может оказаться в такой ситуации. Как бы никто ни от чего не застрахован. С этой точкой зрения согласны не все жители Омска. Шквал жалоб буквально взорвал социальные сети. Горожане то и дело фотографируют бомжей в теплых остановках и публикуют снимки, сопровождая их возмущенными комментариями. Люди на кадрах явно не своего автобуса ждут. Кто-то распивает спиртное, кто-то курит внутри. После таких посиделок, пишут омичи в интернете, в токи просто невозможно зайти. Грязь, мусор, отвратительный запах. Месяц назад в сети появилось скандальное видео интимного характера. Двое бездомных откровенно предались страсти на глазах прохожих в теплой остановке у цирка. Особенно возмутились омичи родители. Вдруг свидетелем очередной сцены станет их ребенок. С тех пор прошел месяц, но обсуждения не утихают. В соцсетях омичи жалуются на обитателей остановки Сибирский проспект. Там, где ищет тепло. Скромный бомж Юрий Александрович. Не часто, ну так, по вечерам, по утрам сидят, чтобы ночевать не видели. Просто сталкиваемся с тем, что омичи высказываются против вот таких ночлежек. Вы как считаете? Нет, я не против. Холодно, погрелся, зашел. Сочувствуют многие. Однако и опасения тоже высказывают. Преимущественно женщины с детьми. Мне очень понравилось, что там сидят такие вот люди. Ну, им туда деваться-то некуда, конечно. А рядом все стоят и посмотрят, зайти или не зайти. А почему боятся? Как вы считаете? Ну, наверное, может быть, инфекции. Вот сейчас такое время, каждый боится. Вот, мы все хотим маску. Опасно же все это. Ну, и они немножко бывают агрессивные. Я бабушка, я всегда переживаю за своих внуков. Как-то надо с этим бороться. Ну, не знаю, может быть, как-то объяснять людям, что нельзя так. Полиция и охранные службы могут пресечь распитие алкоголя или курения в общественном месте. Однако выставить человека из теплой остановки на улицу не имеют права. Время работы комплексов, как и общественного транспорта, с 6 утра до 11 вечера. На ночь их должны закрывать. Обслуживанием комплексов в Омске занимается частная организация «Капиталстрой». Она же отвечает за ежедневную уборку токов. Мы попросили компанию рассказать, как работа строится сегодня. Пока комментариев нет.